На ваших экранах программа День города в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! В преддверии выходного праздничного дня мои коллеги подготовили для вас самые интересные новости города. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Дарите женщинам цветы. В преддверии 8 марта наш корреспондент выясняет, как выбрать правильный букет – подарок даме сердца. С праздником Рязаночек поздравил временно исполняющие обязанности губернатора региона. Николай Любимов раздавал цветы прямо на улицах города. Тюльпаны вместо штрафов. Сотрудники госавтоинспекции поздравили автолюбительниц с наступающим праздником. Уже сегодня зазвучали первые поздравления с Международным женским днем. Праздничное настроение создавала в первую очередь мужская часть рабочих коллективов. Коллеги поздравляли прекрасную половину прямо на рабочих местах. На улицах города можно было видеть нарядных мужчин с цветами в руках. Поздравил Рязаночек и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области. Сделал он это в необычном формате. Обо всем подробнее расскажет Алена Куколева. В Рязанской филармонии сегодня поздравляли представительниц прекрасной половины человечества. В преддверии 8 марта лучших представительниц различных сфер поздравил исполняющий обязанности главы региона. Сделал он это в формате флешмоба. Николай Любимов лично дарил тюльпаны, каждой женщине говорил приятные слова. В завершении поздравления на улицу вышли волонтеры в красных футболках и вместе с губернатором запустили шары в небо. Мы дарим вам наши умыльки. Мы дарим вам наши сердца. В завершении в зале филармонии представили концерт, традиционно в начале которого исполняющий обязанности губернатора произнес торжественную речь. 8 марта это замечательный праздник и особенно для нас, для мужчин. Потому что в этот день мы можем публично выразить вам слова признательности и восхищения, поблагодарить за заботу, поддержку и любовь, которую вы нам дарите. 8 марта это день, когда мы можем в очередной раз сказать, что мы вас очень ценим и стараемся сделать для вас все, что в наших силах. Самое главное для меня, как для главы региона, чтобы вы, ваши семьи чувствовали себя комфортно. Кто сказал, что женщины слабый пол? О том, что девушкам в современном мире приходится быть сильными, известно всем. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, а еще сходит на работу, приготовит всем поесть, постирает и уберет дома. Некоторые дамы еще и на работе демонстрируют железную волю, силу характера и недюжинную выносливость. Галина Ершова далее. Поселок-Строитель, Соколовка, Агропром. Трудный участок, который лег на плечи хрупкой девушки. Алена Белова работает инспектором по делам несовершеннолетних уже 9 лет. За это время через ее заботливые руки прошли десятки детей и неблагополучных семей. И к каждому человеку она нашла индивидуальный подход. В ход идут профилактические беседы, опрос соседей, общение с классными руководителями. Но самым действенным инструментом становится простое человеческое внимание, разговор по душам и забота, которой людям не хватает в их привычных условиях. Я свою работу очень люблю. Я считаю, что я работаю с 2008 года. И за мой промежуток времени я видела, что многие дети исправлялись и потом создавали, например, свои же семьи, у которых также, например, рождают сейчас дети. И смотришь на них и радуешься, потому что они на самом деле изменились. Быть специалистом и другом Алене помогают два высших образования. Она педагог-культуролог и юрист. Алена становится авторитетом благодаря железному характеру, внутреннему стержню. Ведь дети по неосторожности или из веселья могут совершать общественно опасные действия, употреблять алкоголь или даже подраться. В этом случае задача Алены Беловой – помочь осознать свои действия и исправиться, чтобы не сломать свою жизнь до того, как ее осознаешь. Взрослым же нужен скорее контроль, чем совет. Здравствуйте, Марина Ивановна. Как у вас дела? Все хорошо. Все хорошо? Где дети? В школе, в садике. Все в школе, в садике, да? Ну, третий мальчик заболел, он дома. А сажать? Работать сейчас, да? Да, рабочий. У Марины Гараниной пятеро детей. Самому старшему из них 13 лет. На учете она стоит уже не первый год и за это время проделала огромную работу. Ремонт в доме и внимание к детям стали для нее началом исправления. И уже скоро она надеется вернуться в число порядочных родителей. Мне очень нравится наш инспектор. Очень. Хороший. Не знаю, что сказать. Мне просто нравится, правда. Добрая, общительная. Мне хочется работать и выполнять свою работу. То есть качественно, результативно, чтобы был итог деятельности. Хочется, конечно, получить майора. Ну и выполнять свою должностную обязанность и инструкцию. Однако работа инспектора по делам несовершеннолетних не укладывается в привычные рамки трудового дня. Ночные и вечерние выезды, круглосуточное дежурство. Алена шутит, что видит своих детей даже реже, чем чужих. Но это часть профессии. А доброе сердце и желание изменить мир к лучшему действительно могут свернуть горы. В преддверии женского праздника мужчины всей страны ломают головы, что подарить любимой. Как сказал на неформальной встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, главное – никогда не дарить женщинам весов. Что может порадовать прекрасную половину человечества, выяснял Валерий Седов. Ты – женщина, ты книга между книг, ты свернутый, запечатленный свиток. В его строках и дум, и слов избыток, в его листах безумен каждый миг. Мы для тебя влечем ерем железный, тебе мы служим, тверди гор дробя, и молимся от века на тебя. Это стихотворение Валерия Брюсова называется очень лаконично «Женщине». Все классики имеют в своих трудах строки, воспевающие прекрасный пол. И это неудивительно, ведь наши матери, бабушки, сестры и жены – все они заслуживают красивых слов. И именно весной наступает главный женский день – 8 марта. Почти все цветы исчезнут с прилавков, опустеют подарочные магазины. Уже сегодня все мужчины, сломя голову, бегают в поисках идеального, по их мнению, подарка дамам. Приближается 8 марта. Что вы подарите своей второй половине? Вот, тут. А что за подарок, если не секрет? Да ерунда тут. Лук, сивок, килограмм. Подарков было много уже, сейчас в первую очередь цветы и теплые слова. У нас свой подарок на 8 марта, я думаю, самое главное – это личное внимание. Поэтому надо успеть вовремя сейчас вернуться к командировке домой. На предыдущий раз, да я лично поздравил ее цветами, да еще в начале дня. А сегодня вот рано с утра уехал, так что вернусь обязательно личное внимание поздравлю. Мне кажется, личное внимание – это основа вообще взаимоотношений, коммуникации между людьми. А между близкими людьми это, мне кажется, вообще, собственно говоря, самый фундамент теплых отношений на долгий промежуток времени. Ну, в первую очередь цветы, как весна, ну а второй уже как муж. Пока еще нет времени этим заняться. Буду завтра решать. Только материальный подарок. И цветы. Цветы, конфеты. В первую очередь цветы. Ну, второе – это внимание мужского пола. Вот красную розочку я тебе дарю. Красную розочку, красную розочку я тебе дарю. Но представление об идеальном подарке у мужчин и женщин различно. Узнать, чего хочет ваша половинка, очень просто. Иногда достаточно просто спросить. Все зачеты автоматов, экзамены тоже. Ой, ну, конечно, цветы, уважение, любовь. Чтоб помогал, берег. Так, внимание, любовь и цветы. Особого желания каких-то нет? Цветы? Можно даже цветы, там что-нибудь приготовить. Ну, чтобы от чистого сердца все это было. Внимание. Любовь. Самое главное. Внимание, забота, ласка. Индиальный подарок. Цветы, хорошее настроение, романтика, кино. Согласно социологическим опросам, получить букеты в подарок хотят более половины женщин. А 70% мужчин планируют преподнести их милым дамам. На втором месте – парфюмерия. А любимый аромат хотели бы обрести четверть представительниц прекрасного пола. И 27% мужчин готовы удовлетворить их маленький каприз. Лучшие друзья девушки – ювелирные украшения. На третьем месте в общем рейтинге праздничных подарков. Их ожидает получить 29% женщин. И осуществить их желание готов каждый пятый мужчина. Торты, конфеты, шоколад находятся на четвертом месте по популярности среди россиянок. Сладкий подарок хотели бы получить 13% женщин. Интересно, что среди представителей старшего поколения каждый пятый мужчина считает сладости оптимальным презентом к 8 марта. Желающих облегчить даме своего сердца тяготы быта хотя бы в один день набралось всего 4%. Что бы вы не хотели подарить женщине на 8 марта, помните, что главное – это оказанное внимание. Но и не стоит забывать, что внимание должно быть не единственным подарком. Одна из любимых всеми мужчинами шуток про женщин за рулем. Разделяют точку зрения о непредрасположенности милых дам к вождению часто и инспекторы дорожно-пантрульной службы. В преддверии 8 марта сотрудники госавтоинспекции чаще всего останавливали именно водительниц авто, но на этот раз вовсе не собирались штрафовать или читать лекции о поведении на дороге. Знакомство с сотрудниками ГАИ всегда настораживает. Водители меняются в лице, перебирают в голове нарушения, которые теоретически могли совершить, делают глубокий вдох и готовятся к беседе. Однако сейчас на посту ГВДД останавливают исключительно женщин-водителей. А на лице инспектора вместо привычной собранности – очаровательная улыбка. В преддверии Международного женского дня сотрудники ГАИ поздравляют прекрасную половину с наступающим праздником и дарят весенние подарки. В преддверии 8 марта хотел бы обратиться от лица госавтоинспекции ко всем женщинам-водителям, поздравить их с этим замечательным наступающим праздником, пожелать им оставаться всегда красивыми, добрыми, отзывчивыми и быть всегда любимыми как своими родственниками, так и коллегами. Такие маленькие сюрпризы становятся настоящим чудом и в сознании девушек плотно ассоциируются с соблюдением правил дорожного движения. Ведь весна – время не только романтики и перемен, но и смены стиля вождения с безопасного зимнего на более раскованный. А это может стать причиной аварии. Очень приятно. Обычно для проверки документов такой сюрприз. Я, наверное, забыла, что скоро 8 марта. Так неожиданно и очень приятно. Почаще бы так. Знаете, прям так все как-то странно. Со мной такое впервые. Спасибо, все было очень приятно. Большое спасибо. Очень приятно. Очень приятно. Уже ощущается праздник. Когда не нарушали правила дорожного движения? Ну, мне кажется, раз в жизни и даже не один раз. Многие нарушают. Все, наверное, нарушают. Бывало. Теперь не будем стараться. Что вы, как я могу? Нет, конечно. Сотрудники ГАИ напоминают, что чудесный праздник, в который мы привыкли поздравлять мам, подруг, жен и дочерей, не отменяет соблюдение скоростного режима, а также правил безопасности на дороге. Если вы плохо себя чувствуете или выпили бокал шампанского, воздержитесь от поездки за рулем. Сегодня ночью на платной автостоянке в микрорайоне Канищева сгорели шесть дорогих иномарок. Случай беспрецедентный. Автовладельцы, оставившие свои авто под надежным, казалось, присмотром, теперь выясняют, кто будет возмещать ущерб. Подробности в материале Галины Ершовой. 12 часов ночи. На улице Березова, дом 8, строение 1, в это время встретили рассвет. Жители соседних домов разбудил яркий свет, который оказался пожаром. Горели автомобили на платной стоянке, расположенной на территории автосервиса. В тушении принимали участие два пожарных расчета. Несмотря на их усилия, одна дорогая иномарка успела сгореть полностью, а пять расположенных рядом сильно повреждены. К счастью, люди не пострадали. Причины пожара устанавливают, а испорченные машины владельцы парковки решили спрятать от любопытных глаз. Однако, что делать их владельцам, не уточнили. Видимо, ответственность за случившееся нести никто не хочет. Если у вас полис КАСКО и данный случай прописан в условиях страхования, при наступлении страхового события, вы обращаете в страховую организацию, она назначает соответствующую автотехническую или оценочную экспертизу, и вы, соответственно, получаете какую-то сумму денег. Если организация отказывается, с которой у вас заключен договор по КАСКО, то есть вам оказываются некачественные услуги страхования, то вы обращаетесь в суд, и в соответствии с законом о защите прав потребителей дополнительно еще получаете штраф в размере 50%. Однако, если автомобиль был застрахован только полисом ОСАГО, а машина стояла на охраняемой территории, то в силу вступает постановление об утверждении правил оказания услуг автостоянок. По закону, они должны были заключить с вами договор, в котором прописывается марка и стоимость автомобиля, его комплектация и срок хранения. Не секрет, что были примеры, когда крали дорогую резину, покрышки, сливали бензин, магнитолы. Сейчас, конечно, этого мало, но тем не менее. Были примеры и возгорания, и хищения. Был пример даже, когда гонки устроил пьяный автовладелец и своей шестеркой разбил дорогой Мерседес, убежал. Во всех этих ситуациях стоянка должна полностью компенсировать нанесенный ущерб, поэтому пострадавшим нужно в первую очередь обратиться к ним с письменной претензией. Вешают объявления такого рода, что мы не храним машины, мы вам передаем в аренду асфальт. То есть мы не будем нести ответственность в случае вреда. Оказывается, нет. Правила, которые приняты правительством Российской Федерации, предусматривают возмещение вреда в полном объеме. Что происходит на автостоянке, вы не знаете. Вы за это платите деньги. Если на автостоянке с вами отказались заключать договор, то мы советуем не иметь с ней дела. Ведь в случае чрезвычайной ситуации вы рискуете крупные суммы денег, потери времени и нервов. Погода в женский праздник будет радовать рязанцев. Тепло и солнечно. Весна ощущается уже в каждом дуновении ветерка. Все будто специально готовилось к Международному женскому дню. Более пяти дней среднесуточная температура держится устойчиво положительной. За это время высота снежного покрова в лесопарках уменьшилась в два раза. Местами появились проталины. На газонах города снега осталось немного, а температурный фон соответствует началу апреля. По-настоящему весенняя погода порадует и всех женщин в их главный праздник. В течение всей рабочей недели территория Зонской области будет находиться в теплой воздушной массе на фоне антициклона. Поэтому осадки маловероятны. Солнце все больше начнет пробиваться сквозь облачность. Столбики термометра будут подниматься днем до 3-8 градусов со знаком «плюс». Ночью ожидается минус 1, плюс 4. То есть международный женский праздник нас порадует очень теплой, солнечной погодой без осадков. В среднем температура сейчас выше нормы на 6-8 градусов. Однако далеко убирать теплую одежду пока торопиться не стоит. Как известно, месяц март капризный и непредсказуемый. 11 и 12 марта ожидается более циклонический характер. Поэтому временами не исключены осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха немного понизится. Ночью ожидается минус 3, плюс 2 градуса. Днем минус 1, плюс 4. Так что пришел марток, надевай 7 порток. А пока самое время наслаждаться солнышком, теплом и самым весенним праздником. На этом все новости сегодняшнего дня. Телекомпания «Город» поздравляет девочек, девушек, женщин с международным женским днем. Пусть улыбки озаряют ваши лица не только в праздник, но и круглый год, как и внимание мужчин. Я обращаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok